Тройняшки Андрей Вера и Полина Демина из Нижнего Тагила мечтают все делать вместе, но в этом им мешает медицинский диагноз. Вести Урал совместно с Росфондом продолжает рассказывать о тех, кому нужна ваша помощь. Все делать вместе – это девиз семьи Демина. Их дом всегда полон детского смеха. Два года назад в семье родились тройняшки. Правда, малыши появились на свет раньше срока. Девочек в течение недельки держали в реанимации. Аппараты ИВЛ поддерживали. Через семь дней их перевели уже ко мне в палату. За Андрюшку боролись врачи. Очень все у нас тяжело было. Заражение было. И боролись за него очень долго. Он лежал месяц в реанимации. В девять месяцев Полине диагностировали детский церебральный паралич. Через три месяца его подтвердили и у сестренки Веры. Андрею врачи поставили диагноз – задержка речевого развития. Очень все разные. Полинка у нас спокойная, всегда веселая. Лидер в группе у нас – Вера. Вера бойкая. Своё всё отберёт. Кусается, если что-то не по ней. Всё она забирает. У всех. Ну, Андрюшка – помощник. Он не жадный. Он всегда, если кому-то что-то дали, он показывает, что другим тоже надо. И несёт. С сестрёнками делится всегда. Будучи самым слабым при рождении, в девять месяцев Андрей уже ползал. В год вставал на ноги, а в скором времени научился и ходить. За ним поспевает Вера. Но девочка лишь недавно начала делать первые самостоятельные шаги. Бегать с ними мечтает и Полина. Малышка пока переворачивается и ползает по-пластунски. У Полины и Веры детский церебральный паралич. Грубая задержка психомоторного и речевого развития. У Андрея задержка в развитии познавательно-ориентировочных реакций. Задержка развития активной речи. Из-за слабого мышечного корсета есть риск формирования ортопедических осложнений. Сколиоза, плоскостопия. Детям необходимо пройти восстановительное лечение. Мы постараемся укрепить мышцы, развить работу рук, когнитивные и коммуникативные навыки. И не допустить появления вторичных двигательных осложнений и формирования контрактур. Стоимость курса восстановительного лечения для ребят 520 380 рублей. В семье таких денег нет. Помочь Андрею, Вере и Полине просто. Нужно отправить на короткий номер 5542 самосообщение со словом «Дети». При этом теперь вы можете перечислить любую сумму от 10 рублей до 15 тысяч. Для этого напишите ее через пробел после слова «Дети». Например, «Дети 20» или «Дети 1000». Если сумму не указывать за сообщение, спишут стандартные 75 рублей. Перевести пожертвования можно, и сканировав QR-код, который вы видите на экране. Или воспользовавшись другими способами. Все они есть на сайте Росфонда. Нина Катаева, Ирина Трускова и Алексей Голицын. Вести Урал.